Приветствую всех заглянувших на мой канал, который называется Алкопроба, а меня зовут Дмитрий. Сегодня хочу снять свой очередной ролик, который будет посвящен бурбонам. Неоднократно проходя по залам наших алкогольных супермаркетов, я увидел вот такой вот напиток. Стоил он недорого, при ближайшем рассмотрении оказался бурбоном, который называется Дэниел Стюарт. Цена его составляла примерно в районе 800 рублей. Стоял он одиноко, никто его не покупал. Рядом был выбор всевозможных Джимов, Бимов, Дэниел, Джеков Дэниелсов, Ирлитайм, ну и более дорогих бурбончиков. Так что на этот внимание никто не обращал. Ну и я, соответственно, проходил мимо, думая, что за 800 рублей обязательно будет какая-нибудь гадость. Так, посматривал на этикеточку, но не более. Ну и как-то, проходя в очередной раз мимо полки с алкоголем, оказалось, что действует на него акция. И стоит он, в тот момент стоил 599 рублей. Ну, как тут не взять. Я его, естественно, взял с дальним прицелом, чтобы снять на него обзор. Ну, сразу не получилось. Праздники новогодние, новогодние каникулы и так далее. В общем, он остался стоять нетронутым. И тут получилось так, что один мой знакомый презентовал мне небольшую бутылочку Джима Бима. Точнее, не презентовал, а угостил меня этим напитком. После этого он и бутылку даже забрал себе, а мне осталась небольшая часть. То есть, получилась так называемая классическая отливашка. Но дареному коню в зубы не смотрят. И коль скоро так получилось, то я решил сравнить два бурбона. Один из них, который вы сейчас видите, это Дэниел Стюарт, а второй Джим Бим. И хотя он сейчас у меня без бутылки, но прошу вас поверить, что это именно тот напиток, о котором я и говорю. Что ж, приступим. Сразу наливаем. Вторую бутылочку демонстрировать не буду. Дабы не смущать людей ее внешним видом. Еще раз прошу прощения, но поверьте мне, что здесь находится Джим Бим. Вот даже я пометил свои стаканы. Вот здесь вот наклеечку сохранил. А здесь, где находится Дэниел Стюарт, осталось стекло чистое. Здесь даже вот внизу есть небольшая меточка. Сразу пошел запах. Ну, что хочу сказать. Несмотря на разные весовые и ценовые категории, И Дэниел Стюарт, и Джим Бим относятся к так называемым стрейч-бурбонам. То есть это прямые бурбоны. Они оба первой перегонки. И о чем еще говорит это название прямой бурбон? То, что бурбоны должны быть залиты в бочку. Спирты их должны иметь не крепость не выше 80 градусов. И после разлива по бутылкам алкоголь в напитках должен быть не менее 40 градусов содержания этилового спирта. Ну, оба этих бурбона классические. То есть изготовлены из более чем 51% кукурузы. Оба изготовлены в штате Кентукки или Кентакки. Не знаю как правильно. И выдержаны не менее двух лет. То есть напиток в них имеет право называться бурбоном со стопроцентной вероятностью. Ну, а суббутылочку описывать не имеет смысла. Здесь 0,75 литра алкоголя. То есть это американский такой формат. Джим Бим был разлит в бутылку 0,7 литра. То есть формат европейский. Здесь бутылка пластиковая. Такие встречаются в Соединенных Штатах. Штатах для недорогих напитков. Пробка у Джима Бима была железная, винтовая, черного цвета. Хотя в сети встречала на фото, что у Джима Бима прямого бурбона есть и черные пробки, и белые пробки, и вот такие пластиковые пробки. То есть полное разнообразие. Ну, сразу расскажу немножко о Дэниел Стюарте поподробнее. Остановлюсь также, пока дышат эти напитки, и на Джиме Биме. Хотя здесь информация известна, всем известна. Этот напиток встречается в нашей стране гораздо реже, поэтому остановлюсь немножко поподробнее. Дэниел Стюарт, как я еще раз говорил. Бурбон из штата Кентукки. Изготовлен дистиллерией Heaven Hill, которая известна с 1935 года. Она также выпускает массу других напитков. И кроме нескольких видов бурбона, они также выпускают и виски, и коньяки, вина, ром, ну и еще, по-моему, даже какие-то напитки. То есть спектр их интересов очень широк, и это лишь только один из представителей их многочисленного семейства алкогольных напитков. У Джима Бима немного менее разнообразная продукция, но тем не менее, зато он гораздо более популярен и гораздо более широко известен и представлен. По составу. По составу вот эти напитки практически близнецы-братья. Я знакомился с Дэниел Стюартом в сети. Есть сайт. Но он только англоязычный. Я не стал ничего переводить, но кое-какую информацию на нем все-таки почерпнул. Ну и в сети кое-что встретил. Значит, и здесь, и здесь 78% содержания кукурузы в спирте. Различаются они минимально. То есть в Джиме Биме 12% содержания ржи, а в Джеки Дэниелсе... 10% ржи и 12% ячменя. Здесь только 9% ячменя. Ну то есть, если взять, ну они практически идентичны. То есть в пределах 2-3% разница в ингредиентах, и то не самых основных. Ну, приступим к сравнению самих напитков. Цвет, еще раз обратите внимание, цвет совершенно идентичный. Цвет темного янтаря. Немножко уберу бутылочку. Так вот, чтобы не мешалось. Темного цвета, цвет темного янтаря. Очень красивый. Яркий такой, насыщенный. Тело по плотности я уж в таких маленьких бокальчиках особо не определишь. Внешне, наверное, тоже похоже, что одинаковое. Хотя, возможно, Дэниел Стюарт, да, вот как-то стекает побыстрее. То есть Джимми Бимми, мне кажется, немножко поплотнее напиток. Ножки у него более вязкие и равномерные. Дэниел Стюарт и все стекает побыстрее. Давайте попробуем запах. Не спиртуозный. Совершенно не спиртуозный. Но такой сильный, приятный, дерзкий, что я сразу почувствовал на переднем плане. Кукуруза. Запах какой-то еще запах какого-то огуречного рассола и специи. Теперь Джим Бим. Вы знаете, они одинаковые. Запахи очень похожи. если закрыть глаза и сравнивать запахи вслепую, наверное, бы я даже и не разобрался. Они практически одинаковы. самое интересное, что Дэниел Стюарт что-то поприятнее мне почему-то кажется на нос. Удивительно. Странно. Да, кстати, забыл добавить, что выдержка Джима Бима 4 года. Выдержка Дэниел Стюарта 3 года. Оба напитка естественно выдерживаются в новых обожженных бочках из американского дуба. Ну, так положено по технологии. Давайте сделаем маленький глоток Дэниел Стюарта. Рецептор он, конечно, обжигает. 3 года всего выдержки. Затем следуют нотки кукурузы, сладковатость, ну и опять послевкусие такое вот сладковатое. Немножечко есть ощущение деревяшечки. Хотел сказать, что вот этот напиток трехлетней выдержки представлен в таком варианте только у нас в России. То есть экспортный вариант. У себя на родине Дэниел Стюарт выдерживается либо 6, либо 10 лет. То есть себе производитель на внутренний на внутренний рынок напиток подготовил по качеству. Ну и отличается американская бутылка от тех, что продаются у нас только тем, что вот здесь у нее еще дополнительно наклеена этикеточка небольшая вокруг горлышка, где написан возраст напитка. Больше никаких отличий нет. Ну, попробовал Дэниел Стюарт. Теперь маленький глоточек Джима Бима. Если в запахе я в аромате не отличил, никаких больших отличий не заметил, посмотрим, может быть вкус у них совершенно разный. Ваше здоровье, маленький глоточек. отличие минимальное опять же. Может быть чуть более сладкий, более может быть чуть-чуть немного более насыщенный послевкусие, а так все то же самое. Вкус кукурузы, немножко дерева, сладость, длительное сладкое послевкусие. Очень приятно, очень приятно. Но сказать, чтобы они кардинально отличались друг от друга, не скажу. Такое впечатление, что это братья, вот два брата. Если не родные, то как минимум двоюродные. вот вот пока самое основное отличие я вижу в теле напитка. Джим Бим все-таки немножко более вязкий такой, у него поплотнее тело, Дэниел Стюарт стекает как-то побыстрее. так мне по крайней мере кажется. Глоточек побольше. Большой глоток сильнее обжег рецепторы, но тем не менее приятен, питок хорошо согревает. Опять же вкус кукурузы, сладость, кукуруза, сладость, дыма сейчас не почувствовал. Ну, в общем, вкус такой довольно простой, но очень приятный. Ну, и глоток побольше Джима Бима. Ваше здоровье. Джим Бим меньше обжигает рецепторы. Пьется может быть немножко полегче. Ну, вот сам вкус Дэниела Стюарта мне показался вот сейчас каким-то более приятным. Сначала мне казалось, что здесь больше сладости. Но сейчас вот сравниваю. Может быть, Дэниел Стюарт чуть посуше, но может быть сильнее обжигает, но заходит как-то полегче. Хотя, как я вам уже говорил, различия и во вкусе, и в аромате минимальны. честно говоря, не ожидал. Если Дэниел Стюарт я брал за 600 по акции, обычная цена была 800 рублей 0,75 литра, то Джим Бим 0,7 литра где-то порядка 1100, но уж никак не дешевле 1000 рублей. Поэтому делайте свои выводы. Вот так. Сейчас я допью и подведу небольшой итог. все тоже вкус не изменился. Кукуруза, сладость, небольшая такая перечность или какие-то нотки специй. Ну и все. Довольно просто, но очень приятно. Джим Бим ваше здоровье. Когда допивал уже, последнюю вообще различий никаких не заметил. то же самое. Кукуруза, слабость, сладость, немного специй. Все. Послевкусие присутствует все. Классические бурбоны, неплохие. Возможно, это начальный уровень, базовые, так скажем, напитки. но тем не менее неплохие для знакомства с миром бурбонов. А теперь самая удивительная информация, которую я нашел, готовясь снимать вот этот ролик. Оказывается, в 1935 году для создания бурбонов, бурбонов, для их производства на дистиллерию Heaven Hill был приглашен к сотрудничеству Джозеф Бим, который возглавлял на тот момент и фирму Jim Beam. вот так господа. То есть, какую должность он там занимал в качестве консультанта или еще кого-то, сказать я не могу, но он помогал в развитии этой дистиллерии. Позднее его сын также продолжил работать на дистиллерии Heaven Hill. Уж сколько он там проработал, я тоже не могу сказать достоверно. Мало того, уже дальше мастером дистиллерии был и небезызвестный Эрл Пим. То есть, какое-то время в конце 30-х и в 40-х годах дистиллерия Heaven Hill и фирма Jim Beam пересекались. То есть, Heaven Hill так скажем, пользовался услугами мастеров Jim Beam для создания своих напитков и для запуска производства. Вот собственно итог, почему они похожи. И если еще раз говорю, это не близнецы, то по крайней мере двоюродные братья. Вот такое у меня сложилось впечатление. Ну и последнее, что если вы не хотите тратить за Jim Beam 1000 рублей и более, а по акциям и скидкам найдете смело берите его, он вполне годен к употреблению. всего доброго, рад, если моя информация вам помогла. Счастливо, до свидания, подписывайтесь на канал Алкопроба. Алкопроба.